Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом? Появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие мои друзья! Приветствую всех, кто собрался у экранов телевизоров, чтобы посмотреть очередную передачу о церковно-славянском языке. Перед уроком, как всегда, помолимся Богу, да благословит Он нас на учение. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи, благослови! Сына и Сына и Святаго Духа. Называется буквенной цифирью. А церковно-славянские названия чисел очень похожи на современные. В прошлый раз мы познакомились с цифрами первого десятка. Давайте сейчас все вместе посчитаем по-церковно-славянски от одного до десяти. Един, два, трие, четыре, пять, шесть, седмь, восемь, девять, десять. Названия большинства чисел нам знакомы. Как вы успели заметить, друзья, довольно необычно звучит числительное трие. Это форма мужского рода. А в женском и среднем роде это слово имеет привычное нам написание и звучание. Три. Например, трие отрацы, но три девицы. А теперь, друзья, давайте посмотрим, как в церковно-славянском языке обозначаются числа от десяти до двадцати. Вначале вспомним, как они звучат и записываются с помощью арабских цифр в современном языке. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать и так далее. Смотрите, две на дцать, то есть две единицы на десять. Три на дцать, три единицы на десять. Сначала называются единицы, а потом десяток, а пишется наоборот. Сначала десятки, в данном случае первый десяток цифра один, а потом единицы, два, три, четыре и так далее. А вот в церковно-славянском языке единицы и десятки в числах от десяти до двадцати записываются именно в том порядке, в каком произносятся сначала единицы, а потом десяток. Все вы помните, какой буквой обозначается число десять? Буквой и десятиречная. А единицы в двузначных числах записываются уже известными нам буквами под простыми титлами. Вот так обозначается число одиннадцать. Едино на десять. Двенадцать. Два на десять. Тринадцать. Три на десять. Четыре на десять. Пять на десять. Шесть на десять. Седмь на десять. Седмь на десять. Ось на десять. Девять на десять. Друзья, запомнить церковно-славянскую буквенную цифирь совсем несложно. Но для того, чтобы немного потренироваться, мы с вами поиграем. Сейчас на нашей доске появится словосочетание с числительными, записанными с помощью буквенной цифири. А вы постарайтесь определить, какое число в этих примерах обозначено. Будьте внимательны. Вспомните, ребята, как называется эта буква и сколько заповедей дал нам Господь. Вспомнили? Теперь проверим себя. Десять заповедей. Все правильно. А буква, обозначающая число десять, называется и десятиричная. Еще один пример. Внимательно посмотрите, друзья, на буквенную цифирь. Вспомните, какую цифру обозначает буква Веди, а какую и десятиричная. Надеюсь, все знают ответ. Проверим. Два на десять апостолов. Двенадцать апостолов. Я думаю, все узнали число двенадцать. Два на десять. А сколько лет каждому из вас? Может быть, десять? Или едино на десять? Или два на десять? А может быть, уже все три на десять? Даю вам маленькое домашнее задание. Возьмите листок бумаги и напишите церковной буквенной цифирью свой возраст. А рядом, сколько лет вам было в прошлом году и сколько исполнится в будущем. Вот увидите, это поможет вам быстрее запомнить церковнославянские цифры. Ну а сейчас, друзья, я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Храни вас Господь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok